Здравствуйте! Старые люди говорят, что всё окружающее человека имеет душу. И вода, и лес, и земля, и небо. И обращаться с ними, как с животными существами. Вот и сказка. Она тоже живая, летает как птица. Сейчас она прилетела к вам. Эстонская сказка «Большое путешествие маленького мышонка». Однажды маленький мышонок отправился путешествовать. Бабушка-мыш напекла ему в дорогу лепёшек. И проводила до выхода из норки. Вышел мышонок рано утром, а вернулся к вечеру. «Ой, бабушка!» – закричал мышонок. «Оказывается, я самый сильный, самый ловкий и самый храбрый во всей тундре. И до сих пор не знал». «Как же ты это узнал?» – спросила бабушка. «А вот как!» – принялся рассказывать мышонок. Вышел я из норки, шёл, шёл и пришёл к морю. Море большое-пребольшое. Волны по нему так и ходят. Но я не испугался. Бросился в воду и переплыл море. Даже сам удивился, до чего я хорошо плаваю. «Где же твоё море?» – спросила бабушка. «На востоке от нашей норки», – ответил мышонок. «А, знаю я это море», – сказала бабушка. «Недавно там проходил олень. Топнул ногой – след остался. А в следе застоялась вода. «Да?» – сказал мышонок. «Ну тогда послушай, что было дальше». Обсушился я на солнышке и пошёл. Вижу, стоит гора, высокая-превысокая. Деревья на её вершине за облака цепляются. Не обходить же, думаю, гору. Разбежался я и прыгнул. И перепрыгнул гору. Даже сам удивился, как высоко я прыгаю. «И гору твою я знаю», – сказала бабушка. «За ямкой с водой есть кочка, а на ней растёт трава». Мышонок вздохнул, но продолжил рассказывать. Иду я дальше, смотрю. Дерутся два медведя – белый и бурый. Ревут медведи, друг другу кости ломают. Но я не испугался. Бросился между ними и раскидал их в разные стороны. Даже сам удивился, что один с двумя медведями справился. Бабушка призадумалась, а потом сказала. «Вот кто твои медведи. Белая моль да муха». Тут мышонок горько заплакал. «Выходит, я не сильный, неловкий и не храбрый». Переплыл оленей след, перепрыгнул кочку, раскидал в сторону моль да муху. Только и всего. Но бабушка засмеялась и сказала. «Для такого маленького, глупенького мышонка и след копыта – море, и кочка – гора, и моль с мухой – медведи. Если ты всего этого не испугался, значит ты и вправду самый сильный, самый храбрый и самый логкий во всей тундре». До свидания!